Добрый день, мои дорогие друзья! На данном видеообзоре мы с вами сегодня рассмотрим новый опрыскиватель от компании Агрос АТФ-1000. Официальным дилером данного бренда является компания Агроформат. Перед вами модификация опрыскивателя на 1000 литров. Штанга ширина захвата 18 метров с полной гидравликой на разложение, на подъем. Я предлагаю вам ознакомиться с этой модификацией поподробнее в деталях. Мы видим массивную штангу, достаточно мощную для своей ширины захвата. Вполне ее достаточно. Мощнейшие гидроцилиндры. Все выполнено очень качественно, с любовью. Здесь мы можем наблюдать фильтры тонкой очистки на каждую из магистралей. В этом корпусе стоит сменный фильтр. Здесь мы видим специальную панель, с помощью которой мы можем отрегулировать штангу по жесткости, по скорости, каким образом она будет раскладываться, быстро или медленно произвести тонкую настройку штанги. Как мы видим, везде установлены специальные демпферы. Все демпферы подпружиненные. Это нам нужно для плавности раскладывания штанги. В комплекте с данным опрыскивателем мы можем наблюдать трехпозиционную форсунку. Установлены разные наконечники. Желтый, соответственно, 0,2. Синий 0,3. И красный 0,4. Соответственно, в комплекте идет инструкция с настройкой нормы по каждой из форсунок таблицы. Как мы видим, все шланги магистрали закреплены на корпусе штанги очень крепко и надежно, качественно. Смотрим дальше. Здесь мы видим емкость для промывки, для чистой воды. Мы произвели опрыскивание. После этого, чтобы не ехать на мойку, на промывку, мы тут же можем выполнить продувку чистой водой всей системы, форсунок с помощью дополнительного бака. Сверху него установлен специальный бак для мытья рук. Очень удобно. Тракторист подошел, руки помыл и работает дальше. Насос установлен производительностью 145 литров в минуту от компании Мерцан. Опрыскиватель имеет функцию самозакачки. Данный насос, как вы заметили, установлен на 4 мембраны с функцией подмешивания. Вот мы видим эту функцию вот здесь, на этом кране. Соответственно, это слив. В комплект входит карданный вал обязательно на 8 шлицов на наши отечественные трактора. Значит, здесь мы видим распределитель абсолютно обыкновенный. Вы все к нему уже привыкли. На 5 контуров, из них используется 1 контур на систему перемешивания удобрений и 4 контура на штангу. Соответственно, 2 вправо, 2 влево. Значит, тонкая настройка по давлению. Вот здесь мы это дело настраиваем. И рычаг переключения режимов работы. Распыл или перемешивание, приготовление рабочего раствора. Значит, дальше видим распределитель для гидравлики, который управляет штангой. Соответственно, весь распределитель направлен только на разложение штанги и сложение, соответственно. На подъеме и опускании у нас независимый контур гидравлический, который подключается на гидравлику трактора и управляется непосредственно, значит, рычагом, установленным в кабине трактора. В комплекте в каждой бочке лежит шланг для самозакачки, сеточка и ключ для основного фильтра. Здесь мы видим шкалу емкости. Сколько литров, в данном случае 1000 литров у нас емкость. В наличии также есть модификации на 800 литров. Ну, соответственно, на мой взгляд, модификация очень достойная и будет востребована фермерами нашей страны. Значит, данная модификация подходит на тракторы от 100 лошадиных сил. Можно использовать на МТЗ-82, ну, с неполной наполняемостью бака. То есть, нужно смотреть, как себя будет вести трактор. Однозначно, с утяжелителем на переднюю ось, чтобы исключить переворот. Опрыскиватель очень тяжелый, добротный, мощный. Уверен, он найдет своего покупателя в ближайшее время. Обращаясь в компанию Агроформат, у нас есть разные модели полевых опрыскивателей, садовых опрыскивателей. Подберем нужную модификацию для ваших задач. Всего хорошего.